В эти дни представители делегации нашей страны находятся в Томске с визитом. Ключевыми аспектами взаимодействия определены совместные образовательные программы. Стороны обсудили и планы на перспективу. В их числе запуск в первой половине следующего года обмена студентами между Томским и Коршинским государственными университетами. Предложено разработать программу поддержки юных фермеров и провести ярмарки труда. Делегация Узбекистана начала свой визит в Томск со встречи с губернатором области Владимиром Мазуром. В ходе диалога рассматривался вопрос сотрудничества двух стран в сфере молодежной политики. Губернатор Томской области высоко оценил происходящие кардинальные реформы в республике Узбекистан и особенно созданные условия для молодежи, предоставляемые льготы и возможности. Отмечалось, что в городе обучаются тысячи молодых людей из Узбекистана по различным специальностям и направлениям. Среди них много талантливых студентов. Во встрече с губернатором Томской области была отмечена проводимая работа в сфере науки, экономики, культуры и особенно молодежи. В частности, членам делегации Узбекистана была предоставлена подробная информация касательно осуществляемой работы по созданию благоприятных условий для наших соотечественников, созданию достойных условий обучения для детей наших трудовых мигрантов. Отмечалось, что методы работы молодежной тетради также планируются применить и в Томской области. И выражена готовность налаживания сотрудничества на постоянной основе. В ходе встречи стороны выдвинули конкретные предложения по сотрудничеству в сфере молодежной политики. В частности, выдвинута инициатива объявить города Томск и Корши городами дружбы молодежи. Создать в 2024 году программу обмена студентами между Коршинским государственным университетом и Томским государственным университетом. А также сотрудничать в подготовке молодых специалистов в сфере науки, образования, инновации и экономики. Также по предложению российской стороны в целях дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества в соответствующих сферах рассматривается вопрос открытия представительства города Томска в Республике Узбекистан. Организации ярмарки труда в Томске для молодых людей из Узбекистана. Речь и о совместной организации молодежного лагеря труда в Ферганске и Томской областях. В ООО «Узбеким», расположенном в Томске, проведен диалог с работающими там молодыми соотечественниками. Изучены условия их труда. В этом плане проведена беседа с управляющим данной организацией. На протяжении 18 лет осуществляю свою деятельность в городе Томске. Делегация из Узбекистана подробно ознакомилась с условиями труда и проживания для граждан Узбекистана. С нашей стороны было озвучено, что мы создадим все необходимые условия для трудящихся здесь мигрантов. По итогам встречи было принято решение сформировать список из 100 молодых людей, изъявивших желание работать и с Ферганской и Кашкадринской областях, обучить их на профессиональных языковых курсах до декабря текущего года. А также предоставить им необходимый инвентарь путем реконструкции общежития на 100 мест. Члены делегации провели встречи с ректорами ряда вузов Томска, которые прошли в теплой и дружественной атмосфере. Было отмечено, что в Томске учатся более 10 тысяч иностранных студентов. Четверть из них — это молодежь Узбекистана. Особо подчеркнуто, что она одна из самых талантливых. В ходе визита был организован диалог с соотечественниками, находящиеся в Томске, в процессе которого были рассмотрены имеющиеся проблемы и пути их решения. Самое главное, в рамках данного визита мы также провели встречи с руководителями общественных объединений наших соотечественников, изучили насущные их вопросы и предложения. Культурная часть встречи продолжилась в Томском доме творчества. Концертная программа, составленная из творческих номеров, воспевающих Родину, подарила всем хорошее настроение. Я студент шестого курса университета в Томске. На протяжении девяти лет нахожусь в этом городе. В будущем, окончив вуз, намерен вернуться на Родину и поступить в ординатуру по специальности пластического хирурга. Визит делегации Узбекистана в Российскую Федерацию продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok